Добрый день! Приветствую вас на канале Гильтек. Меня зовут Шапранова Татьяна. Я практикующий косметолог и сертифицированный тренер компании Гильтек. В чем принципиальные различия дневного и ночного ухода, как его выстроить и какие ингредиенты искать в составе косметики, рассказываем в сегодняшнем видео. На самом деле, потребности нашей кожи меняются в соответствии с нашими циркадными ритмами. А значит и уход в разное время суток должен немного отличаться. Повседневные привычки тоже накладывают отпечаток на состояние кожи, а также возраст и тип кожи. Но существуют определенные правила ухода за кожей, которые применимы ко всем. Они известны как основной уход или бьюти-рутина. В чем разница? Дневной и ночной уход за кожей выполняют принципиально разные функции. Солнце, индустриальные загрязнения, стресс. На нашу кожу много влияет негативных внешних факторов. И средства из утренней бьюти-рутины должны обеспечивать кожа многоступенчатую защиту от потери влаги, загрязнений, свободных радикалов, ультрафиолета и множества других неприятных факторов, с которыми мы с вами сталкиваемся ежедневно. Соответственно, обращаем внимание на средства, которые содержат такие ингредиенты, как антиоксиданты, нецинамид, ресвератол и сосудоукрепляющие компоненты, увлажняющие ингредиенты, пре- и пробиотики, а также УФ-фильтры и составляющие натурального увлажняющего фактора кожи. А вот основной период восстановления организма приходится на ночной сон. Кожа ночью восстанавливается от всех перенесенных днем стрессов и запускается процесс обновления кожи. Кроме того, происходит активный процесс регенерации, синтеза соединений, необходимых для обновления эпидермиса и, главное, максимальное кровоснабжение. А это значит, что кожа становится более проницаемой для различных активных ингредиентов. Часто вечерние средства содержат аминокислоты, пептиды или другие антивозрастные компоненты. Помимо этого, в коже отлично работают средства с кислотами и ретинолом. Не только из-за фоточувствительности их применяют вечером, но и из-за улучшения процессов обновления кожи. Конечно, базовые средства мало чем будут отличаться в уходе за кожей, но тут тоже есть нюансы, и их можно ранжировать на утро и вечер. Давайте начнем с очищения. Умывание – это самый простой и самый важный этап в уходе за кожей. Кожа ежедневно контактирует с загрязненным воздухом, пылью и другими негативными фактами. Общее практическое правило заключается в том, что очищать кожу лица необходимо дважды в день. Один раз утром, другой раз вечером, чтобы избежать тусклости, шелушения, закупорки пор и появления воспалений. Несмотря на то, что утреннее очищение кожи может казаться излишним, но оно не менее важно, чем вечерний уход. Утреннее очищение поможет удалить следы пота, себума остатков вечернего ухода после сна. В вечернем уходе будет двухэтапное очищение. В первую очередь это демакияж. Если вы делаете макияж, то вечернее очищение длится 100% на два этапа. Сначала вы снимаете макияж при помощи специальных средств. Это может быть и мицеллярная вода, и молочко для снятия макияжа, или гидрофильное масло. Далее, при выборе средств для умывания, следует опираться на тип кожи. Для жирной и комбинированной кожи подойдут средства для более глубокого очищения, например, с кислотами. Для обладателей сухой и нормальной кожи могут воспользоваться более щадящими средствами. Мягкими гелями, муссами с увлажняющими компонентами. А вот тонизирование – самый спорный этап для ухода за кожей. Тоник является заключительным этапом любого очищения. После умывания физиологический пиаж кожи меняется под воздействием воды и средств для умывания кожи. А тонизация возвращает его в норму. Но сейчас этап тонизирования и его функционал значительно изменился. Благодаря сегодняшним формулам тонизирующие продукты – это полноценные уходовые средства, добавляющие в эту нашу бьюти-рутину витамины, антиоксиданты, увлажняющие и питательные вещества. Еще одно важное свойство тоников – они позволяют по следующему уходу быстрее и лучше проникать в кожу. Большинство формул можно применять и утром, и вечером. Но есть тоники направленного действия. Например, вы можете использовать содержащие кислоты тоники в вечернем уходе. А если кожа чувствительная, то через день в вечернем уходе. А в дневное время увлажняющие тоники или матирующие тоники в зависимости от типа кожи. Если у вас жирная или склонная к воспалениям кожа, это не означает, что вы можете или должны отказаться от ежедневного увлажнения. Ваши средства могут отличаться по текстуре или дополнительным противовоспалительным компонентам. Например, как сыворотка C-Energy, предназначенная для более сухого типа кожи. Или гель для жирной кожи, который богат увлажняющими компонентами, а также содержит противовоспалительный элемент в составе. Также дополнительно хочу уделить внимание средствам для ухода за кожей вокруг глаз. Вне зависимости от применения утра или вечера, или типа кожи, кожа век более проницаемая и нуждается в специальных средствах. Плюс в этой зоне много сосудов, которые становятся причиной темных кругов, отечности. А значит, в средствах стоит искать сосудоукрепляющие компоненты. Но тут тоже можно ранжировать уход. Например, в дневное время лучше использовать средства с пептидами миорелаксантами, чтобы снизить мышечную активность. А в вечернем уходе хорошо использовать средства, например, с сигнальными регуляторными пептидами. В итоге, в утреннем и вечернем уходе нет никаких сложностей. Утром мы активируем увлажняющие и защитные свойства кожи. И обязательно на кожу лица нужно наносить санскрин, который может выполнять роль увлажняющего крема. Или же в случае сиси кремов даже заменить тональный. В ночном уходе мы должны хорошо очистить кожу, витаминизировать, восстановить. Также к ночным средствам относят кислотосодержащие продукты и средства, содержащие ретинол, которые повышают чувствительность кожи к солнечным лучам. А еще мы их используем в вечернее время, потому что они участвуют в процессе обновления клеток. Как видите, ничего сложного в вечернем и в дневном уходе нет. А вот о специальных уходах и дополнительных средствах мы поговорим с вами в следующих видео. А на сегодня у нас все. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok